Глава МИД Армении, Араев Азиан, 5 января посетил Нагорный Карабах, где провел переговоры с руководством так называемой Республики. Еще несколько месяцев назад такая новость не вызвала бы удивления. Армения постоянно взаимодействовала с вымышленным государством, при этом, однако, как и весь мир, не признавая его. Однако сегодня визит официального лица на территорию Карабаха без ведома Баку означает грубое нарушение трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией, главного документа, обеспечивающего мир в регионе. Стороны согласились сделать Лачинский коридор единственным связующим звеном между Арменией и Нагорным Карабахом исключительно для гуманитарных целей. Планировалось, что по этой дороге будет производиться обмен пленными, перемещение гуманитарных грузов и проезд мирного населения. Азербайджан никогда не препятствовал движению по дороге и честно выполнял все взятые на себя обязательства. Однако Ереван решил использовать эту лазейку для своих дешевых политических игрищ и отправил в Карабах главу МИД. При этом Айвазян подписал с неким Давидом Бабаяном программу консультации на 2021 год, как бы давая понять, что подобные выпады будут продолжаться. После всего, что случилось в регионе за последние месяцы, иначе как провокацию, незаконный визит армянского министра на территорию Азербайджана расценить нельзя. Параллельно с этим участник еще первой войны, один из известных армянских сепаратистов Карабаха Виталий Баласанян, обвиняет Азербайджан в якобы несоблюдении договоренностей и настаивает на том, что необходимости ужесточения контроля за перемещениями по Лачинскому коридору нет. По его словам, у местного населения нет нелегального оружия и боеприпасов, поэтому и нет необходимости в разоружении. При этом российские журналисты уже опровергали эти слова и приводили доказательства того, что в регион пускают вооруженных людей без каких-либо проверок. Все это может привести к тому, что Баку попросту потребует закрыть коридор из-за невыполнения условий соглашения. Это будет вынужденное и абсолютно оправданное решение. Но если это все же произойдет, армяне первыми взвоют и будут жаловаться всему миру на то, что их лишают связи с Родиной. О провокациях со своей стороны они, конечно же, не скажут. Складывается впечатление, что Армения – единственная страна в мире, которая не поняла истинного смысла подписанного трехстороннего соглашения и вообще итогов войны в Карабахе. Или делает вид, что не поняла. Армения проиграла. Как раньше – уже не будет. Это нужно принять и жить дальше. Но, видимо, эта простая мысль не укладывается в горячих головах армянских политиканов, которые вновь хотят разжечь конфликт в Карабахе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова